Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. В данном видеоролике покажу вам детали, как мы выполнили утепление мансардной крыши, как выполнили устройство пароизоляционного слоя. Вот такой вот у нас имеется дом с достаточно сложной крышей. Много очень трехугольных форм, что требует особого внимания при устройстве теплоизоляционного слоя. Также данный дом имеет крышу, которая будет разделена на два участка. Это утепленная крыша теплая и это, соответственно, холодные зоны, где уже будет у нас сформировано чердачное пространство. Вот такая вот кровля. И сейчас пройдем вовнутрь и покажу вам все детали. Друзья, я поднялся на будущий второй этаж. Это мансардное у нас помещение. Ну и, собственно, видим с вами вот такие вот сложные трехугольные формы, которые образованы в связи с тем, что здесь у нас идет ендово. Раз ендово, два ендово. Здесь, соответственно, еще одна ендово. Вот такое вот у нас имеется помещение. Очень много трехугольных форм, поэтому здесь приняли решение. Скаты, которые у нас утепляются, мы сначала выполнили утепление межстропильное 200 миллиметров. Далее нашили брусок уже по стропилам вертикально. Добавили утеплитель толщиной 50 миллиметров. И уже поверх мы выполнили монтаж бруска. Вот здесь вот под синей лентой видно, вот на краешек торчит бруска. Соответственно, для перехлестного утепления выполнили монтаж по горизонту. И уложили еще слой утеплителя 50 миллиметров. Итого у нас получился общий слой утепления по вот таким вот скатам. Опять же, повторюсь, это связано с тем, что крыша имеет много вот таких вот сложных форм, где стропилы были сращены, сдвоены. Для того, чтобы добиться максимально качественного утепления, мы выполнили общий слой 300 миллиметров. 200 межстропильного, потом еще 50 по стропилам. И далее перехлестный слой 50 миллиметров. Общий 300. Вот здесь вот у нас с вами утепление выполнено по перекрытию. Сверху у нас зона холодного чердака. Как мы ее выполнили? 200 между балок и, соответственно, 50 миллиметров сверху балки. Соответственно, на будущем чердаке мы нашили брусок шагом под утеплитель. И уже уложили между бруска утеплитель. Вот такой вот у нас получился интересный объект. Утепление по скатам 300 и утепление по перекрытию 250 миллиметров. Общий слой. Как мы выполнили примыкание, соответственно, на стены, нанесли предварительно специальную грунтовку от компании Проклима. Она имеет такую клеевую основу акриловую. Далее по ней уже непосредственно приклеили ленту. Приклеили ленту вот таким вот образом. У нас получилось абсолютно герметичное примыкание. Вот эту ленту можно штукатурить. Она специально создана для того, чтобы на нее можно было нанести штукатурку. Имеет она вот такую вот шероховатую поверхность. Для чего это делается? Когда уже здесь помещение будет оштукатурено, все стены, есть, конечно, вкладки вот такие вот слабые места. Вот они имеются здесь. Для того, чтобы все вот эти щели, зазоры перекрыть, ну, соответственно, блок нужно оштукатурить. Таким образом штукатурка поднимется вот сюда на ленту. И у нас получится абсолютно герметичное примыкание. Без каких-либо щелей и зазоров. Откуда может зайти воздух, особенно влажный, непосредственно в теплоизоляцию. Вот здесь вот идет у нас уже выполнена кладка. Это внутренняя перегородка. Как выполнили примыкание здесь. Вот здесь вот идет у нас все проклеено. Соответственно, подняли ленту наверх и приклеили ее уже непосредственно к блоку. А вот в этом месте мы не делали разрыв пароизоляции. Мы ее установили прямо над блоком. И имеется, вот видим, небольшой такой вот зазор. Вот так вот все выглядит. Здесь будет смонтирована чердачная лестница. Пока только подготовили проем под монтаж лестницы. Вот еще одно у нас помещение, где также имеются вот такие вот сложные формы. Что вот это за пароизоляция? Пароизоляцию мы здесь применяли. ДАВИ-200 от компании Дёркин. Такая вот пленка пароизоляционная. Достаточно плотная. Места крепления обрешетки у нас все перекрыты. И также перекрыты открытые скобы с помощью вот такой вот ленты шау-бенд. Для чего еще клеится лента? Иногда задают вопрос, почему везде клеим, а не только под доску. На самом деле здесь впоследствии будут тащить и инженерные какие-то системы. И также впоследствии, скорее всего, здесь будет отделка скатов и потолочной части выполнена с помощью гипсокартона. Соответственно, профиля будут устанавливаться вот сюда, вот на брусок. И подвес уже будет крепиться к бруску. Вот эта вот уплотнительная лента, она также будет дополнительно впоследствии герметизировать места крепления подвесов. Ну, если вам нужно здесь какую-то магистраль под кондиционер протянуть, электрическую проводку, соответственно, также провода будут у нас магистрали зафиксированы вот в этом месте. И отверстие от самореза будет у нас перекрыто. И таким вот образом обозначены места крепления для отделочников. Вот так вот все выглядит. Монтаж перехлёстного утепления, а, собственно, бруска выполняем всегда с помощью вот таких вот конструкционных саморезов. Саморез имеет вот здесь вот острый такой кончик, соответственно, он сам просверливает брусок и далее полностью его притягиваем. Саморез идёт не с полной резьбой. Ещё нужно для того, чтобы брусок был качественно и надёжно закреплён к стропилам, поскольку потом к этому бруску будет уже крепиться финишная отделка. В данном случае будут устанавливаться подвесы под гипсокартоновые профили. Вот такие вот работы мы провели. Что хочется ещё добавить? Монтаж поддерживающей обрешётки обязательная вещь, важная, чтобы у нас утеплитель лежал на своём месте, нигде не было никаких провисаний, обязательно нужно выполнять монтаж поддерживающей обрешётки. Здесь использовали сухую строганную доску 20 на 100 и закрепили её с помощью также таких вот конструкционных саморезов 5 на 60. За счёт строения вот этого самореза, когда мы монтируем доску, она у нас гарантированно не лопнет и саморез будет притянут полностью. Всё будет хорошо у нас держаться. Вот, собственно, такое вот устройство пароизоляции, крыши можно уже передавать под отделку. Сначала здесь будет выполнена штукатурка, далее, соответственно, будет монтаж выполненного подвесной системы под гипсокартон. Такие работы мы провели. Всем пока! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok